Не допустить распространения энтеровирусного менингита на территории Краснодарского края – требования губернатора Кубани Александра Ткачева. На селекторном совещании проблемы решали руководители Министерства, Департаментов, Управления, Роспотребнадзора и руководители детских здравниц. В здании администрации города-курорта Анапа участники совещания заняли два зала – Туапсинский район, Щербиновский, Крыловский, Краснодар и Сочи. Проблему решали дистанционно. На сегодняшний день лабораторная база учреждений Роспотребнадзора уже готова. Проведение лабораторных исследований на энтеровирусы 71-го типа, это китайского типа. И на случай развития всех каких-то последствий мы готовы проводить необходимые профилактические мероприятия. Энтеровирус 71-го типа, его называют китайским, мишенью выбирает детей до 10 лет, но болеют и взрослые. Вирус передается стандартно воздушно-капельным путем и прячется за симптомами ОРВИ и отравления. Главная задача распознать вовремя и при первых симптомах недомогания – обратиться к врачу. Самолечение в таком случае опасно. Сегодня на Кубани отдыхают более 35 тысяч детей. Ежегодно приезжают до 13 миллионов отдыхающих. Для профилактики распространения инфекции проводят вакцинацию. Работают все специалисты Кубани. СМИ сообщают о мерах профилактики. Руководители здравниц и детских лагерей контролируют ситуации на месте. Обследуют детей утром и вечером. Назначают круглосуточное дежурство медработников. Специалисты службы Роспотребнадзор контролируют продукты и работу пищеблоков. Во всех образовательных учреждениях у нас были проведены рабочие совещания. По рекомендации прошлого совещания проведены генеральные уборки во всех образовательных учреждениях и дошкольных, и школьного образования. При открытии долов на базе образовательных учреждений также были проведены рабочие совещания с медицинскими работниками, которые работают в долах. Входной контроль осуществляется за детьми как на базе детских дошкольных образовательных учреждений, также осуществляется входной контроль и на базе образовательных учреждений школьных. Оценка работы анапчан отлично, слажена, четко и примерно для других районов. В Анапе усилен контроль во всех дошкольных учреждениях и здравницах, организовано медицинское сопровождение пребывающих на работу или отдых. Менингит в Ростовскую область завезли, скорее всего, из Китая, считает главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Поэтому сейчас на Кубани под особым контролем все аэропорты и вокзалы. В крае готовятся. На случай вспышки готовы почти 4,5 тысячи мест. Ежедневно проходят занятия с медработниками и персоналом детских учреждений. И если с учреждениями все понятно и организована работа, опасения вызывают неорганизованные группы туристов, отдыхающие с детьми и проживающие дикарями. Для такой категории тоже проведут профилактику. Беспризорных детей и детей-сирот в ближайшее время также вакцинируют. Напоминаемо новчанам и гостям курорта, энтеровирусный менингит распространяется по воздуху, воде и при контакте с зараженным. Врачи рекомендуют чаще проветривать помещение, мыть руки и, главное, укреплять иммунитет. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Регион.